И так как в моей команде ребята невысокого уровня баскетболисты, все стремящиеся, и тот шанс завоевать звание мастера спорта, для них основная мотивация. Поэтому я думаю, они будут в лист паркет и в лист сперни. В каком состоянии именно подошла ваша команда? Без травм? В принципе, я не могу. Дальше. У меня вопрос, Борис Ильич, скажите, вот ваша команда выступает в лиге ВТБ, там предусмотрены, естественно, иностранные игроки. И как вам, как тренеру сборной, пусть вы не мужской, но вы тоже были, как вам этот формат, что Кубок России все-таки проводится именно только русскими игроками? И тяжело ли вам было перестроиться, играя в лиге ВТБ с иностранными игроками, сейчас играть русскими? Я начну с ответа на второй вопрос. У нас в последних играх присутствовал только один легионер, хороший, добротный игрок Карпан Берзинш. И поэтому перестановки будут практически минимальными. Мы практически большую часть сезона проводим российскими игроками. Ну, если брать, конечно же, историю нашего сезона с Нового года. Так что в этом смысле никаких перезагрузок для игроков особых не будет. Что касается формата, я вообще, честно говоря, всегда позиционировал себя как тренера пророссийского. Я всегда боролся с засилием лишнего количества иностранных специалистов, потому что они должны быть, но в разумных пределах, так, чтобы создавался определенный баланс. Потому что, когда, допустим, российские клубы выходят без единой российской фамилии, ну, на мой взгляд, это перегиб. Потому что все-таки должно быть и на площадке, и в заявке нормальное сочетание, я считаю, что с приоритетом, конечно, российским игрокам. Я давно уже предлагал подобную формулу, правда, по окончании сезона, я выступал на разных совещаниях Федерации. И очень рад то, что Федерация сейчас приняла тоже несколько необычное решение играть российскими игроками, потому что российские игроки себя могут показать не как второстепенные игроки за лидерами иностранного производства, а именно как игроки готовы издать какой-то продукт. Каков он получится? Ну, будет интересно посмотреть всем и специалистам, и зрителям. Ну, и тут же вопрос Андреевич, наверное, к вам, к представителям РФБ. Планируете ли вы в дальнейшем проводить именно вот этот турнир Кубок России именно вот русскими игроками? Или это все-таки будет добавляться какие-то иностранцы? Нет, безусловно, да, и мы планируем следующий сезон проводить только русские финалы. Ну, не финал, а проводить Кубок только русскими игроками. И если говорить об иностранных игроках, которые играют в наших клубах, то, и вы, наверное, знаете, готовятся поправки к Федеральному закону о спорте, в которых будет введено ограничение на количество регионеров. Это ограничение будет вводить непосредственно спорт вместе с регионерами, вместе с Федерацией. В данном случае, если мы говорим в баскетболе, совместно с ФТБ, будет разработан новый лимитер на ограничение регионеров регулярных чемпионатов Киперинска, которые проводят Федерацию. А на сколько человек хотят с участием? Сейчас я не готов ответить. Мы ждем. Сейчас дополнение закона пошло в Думу, как они проголосуют. Непосредственно, как это все будет механизм. Это будет на Министерство, соответственно, с нами будет. Программа третий. Количество пока не могу сказать. Еще один вопрос. Как известно, у нас сейчас есть Суперлига, есть Лига ВТБ. Но Лига ВТБ отдан в чемпионат России. Планируется ли расширение чемпионата России? Планируется ли, чтобы больше команд участвовало в дальнейшем в Лиге ВТБ? Если она вообще будет дальше продолжаться? Есть какие-то планы на это? В соответствии с договором между Федерацией и Единой Лигой, это право на проведение чемпионата России было передано на три года. Следующий сезон будет, 15-16 год, будет последний сезон, завершающий, третий. Насколько будет проблем договор, я сейчас готов ответить на этот вопрос. Расширяться ли будет Премьер-Лига? Ну, при том подходе, который есть у Единой Лиги ВТБ, я думаю, что будет прокомментировать как-то, что это будет мне сейчас. Сергей Анатольевич, я добавлюсь в Ваше разрешение, раз вы у нас ведущий пресс-конференцию. Я просто хочу, чтобы тоже, знаете как, допустим, лишить права участия в чемпионатах, в кубках иностранных игроков. Конечно же можно, но надо понимать, что это, вернее, стремление к созданию того баланса разумного, о котором я говорил, оно должно проходить с большой ответственностью нас, россиян. Потому что нам нужно, конечно же, мы все лекции уже остали от волейбола. Смотрите, какие средние параметры, допустим, ростовые идут в российском волейболе. Мы должны очень заняться серьезной, индивидуальной подготовкой игрока во всех направлениях. И физического развития, и технического уровня, и тактического мышления. И тогда предоставленная, может быть, авансом игровая практика, тогда она сделает из наших воспитанников, тех игроков, которые будут достойно защищать сборную команды. Потому что, наверное, все-таки конечная цель – это создание сильных сборных, способных конкурировать с сильнейшими мировыми европейскими державами. Спасибо. Нопросов больше нет? Это так. Абсолютно. Вот.